простой вы будете звучать не надо кричать трука не важно и будет плохо если вы будете звучать едва-едва себе по носу то есть такой звук который вы слышите от которой вибрирует все тело именно так и внизу вы звучите максимально низким звуком максимально низким на который вы способны понятно что там у девушек способность внезапно чуть меньше чем у мужчин то же самое но наоборот будет наверху именно ваш личный низкий звук самый низкий прям максимально смотрите насколько вы можете опустить при этом когда вы звучите все ваше внимание все хорошо понимают как это концентрировать внимание в какой-то части или не очень если не очень понятно можете прикоснуться к той части который нужно внимание потеряли раз здесь вот первая чакра промежность соответственно все внимание в области таза пространство вы звучите это человек вы представляете как будто вы звучите именно энергетическим центром вместе со звуком чакра заряжается наполняется энергией расширяется любые визуализации как цветок лотоса который раскрывается чакра как цветок как маленький огненный шар который пульсируя расширяется как огненное колесо которое раскручивается сильнее активнее вот любая визуализация просто расширяется раскрывается вот кто если хотите можете подключать цвет иногда цвета мешает иногда людей визуализации приходят зеленый цвет внизу хотя бы должен быть оранжевый и это начинает мешать быть глубоко в процессе если знаете цвета можете помогать себе цветом да дальше переход к следующей чакре будет звучать по моей команде я скажу переходим ко второй чакре низ живота напомню где находится что за энергия звук чуть-чуть становится выше но все равно остается низко если внизу это ну вот у меня так чуть выше это тоже низкий но вот чуть и смотрите за тем чтобы не начать вкладывать в аффект чувствуете поперло там ощущение много не надо орать пожалуйста да 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 не надо на взлетный режим выходить просто звучите и хороший показатель того чтобы правильно звучит если у вас все тело очень мелко вибрирует все внимание в то чакре который звучит может вообще все тело вибрирует но внимание в то чакре который звучит поднимаясь выше соответственно еще чуть выше звук еще выше еще но и та тональность которая будет звучать из канала из колонок она будет немного помогать процент последняя седьмая чакра звук соответственно самый высокий но смотрите чтобы ну не вещать не стараться а именно вот как проходили вверху у вас просто самый тонкий из того что вы можете у меня вот такую выходили женские постепенно постепенно звук становится точен после того как переход от чаки в чаки будет звучать колокольчик и моя инструкция раньше не надо этого делать в конце прозвучит тройной колокольчик и звуки будут опускаться вниз при этом вы представляете что вы соединяете все чакры вместе в единое целое снова звучит седьмой или тогда анализ поменяется звучали седьмой обратно шестой постепенно спускаясь вверх подниматься плавно медленно там где-то по полторы минуты примерно на каждую чайку чтобы прозвучать прочувствовать хорошо вниз гораздо быстрее и вниз опускаясь вы соединяете все чакры вместе прозвучивая каждую из них вы чувств продолжаете чувствовать ощущать все те которые были опускаясь вниз через первую через ноги вновь соединяете после этого некоторое время вы стоите чувствуя себя чувствуя все процессы в теле все ощущения которые будут новыми и необычными просто чувствуя свое тело на всякий случай есть несколько важных моментов инструкции по вхождению в любую практику первое не надо ничего ждать если кто-то из вас сейчас предположил уже как вам там будет что это хорошо прозвучит это хуже вот отбрасывайте эти ожидания входите в чистый опыт так же как вот в каждом процессе в каждом упражнении в каждой практике которая здесь будет во втором блоке на даты происходит все неизвестное там нет ничего известного даже если вы делали много раз хотя в нее как абсолютно новую вас появляется возможность не развиваться хотя в комнату вы не знаете что там открываете дверь надо предполагать где какая мебель стоит открыв вы уже смотрите где что и ориентируетесь там на месте также здесь хотя в процесс вы просто смотрите внутри упражнения как это происходит вторая задача входить максимально всем своим вниманием туда третья задача четко следует инструкции не выходя за рак инструкции вот три правила которые являются основными если будут появляться какие-то мысли это значит что вы отвлеклись от упражнения в этот момент ваша задача просто возвращаться обратно чувствовать себя и звучать то есть вопросы по инструкции который прозвучал сложно кажется пока не начали делать реально начав звучать становится очень просто звучит очень долго поэтому она вот ну сложно сразу после этого упражнения после этой части будет вторая часть я сразу же расскажу что вы будете делать то же самое вы будете дышать чакра вы будете представлять что вы дышите то или иной чакры тем или иным энергетическим центром теми или той или иной частью своего тела просто визуально при этом дышите в этом рот открыт поток воздуха широкий не сужайте его если вот так начать дышать быстро кашель максимально широкий поток воздух точно такой же переход от нижней к более высокий начиная с первой чакры вторая третья четвертая и так далее все внимание там и вы представляете что вы дышите именно это чакры промежность вдохе выдох через промежность просто представлять что вы дышите этим пространством или вот так как а уж поднимаясь выше дышите нижней частью живота представляя допустим что вот весь живот как дырочку как бы ушла и вы дышите именно это и так далее поднимаясь выше дома внизу дыхание активное интенсивное глубокое чем выше поднимаетесь тем чаще дыхание становится и вверху на макушке она становится совсем частым частым поверхностно как бы собачьи по язык не высовывайте просто дышите часто часто внизу активно постепенно постепенно дыхание ускоряется я сейчас покажу как это выглядит я покажу в максимальном варианте как это может быть как это должно быть если вы способны если вы расслаблены если вы умеете знаете что вы готовы то дышите точно так максимально интенсивностью приводящих максимальной эффективности если вам кажется что вы дышать активно так не сможете дышите чуть менее интенсивно сейчас я сразу не надо пугаться выглядит ужасно и со стороны упражнения всегда выглядит совершенно иначе чем когда вы внутри них когда вы чувствуете все то что происходит у вас задача при этом когда вы дышите быть максимально расслаблены это очень важно прямо оттально расслаблены несмотря на то что вы активно дышите все тело максимально расслаблено при этом с нижней чаккой та чака которой я дышу будет видна по рукам напротив нее будут находиться мои руки если вам удобно так дышать вы можете тоже использовать если руки вам мешают можете их опустить и просто дышать прикасаясь к нему просто дышать и так и первая и вторая часть с закрытыми глазами вы закрываете глаза расслабляетесь стоят да стоят ну вот первые глаза звучали опустились вниз сразу после этого не открывая глаз и это очень важно глаза важно чтобы оставались закрыты от начала и до конца наша открывая глаза вы сбиваете тот внутренний настрой который появился и глаза закрываются только для одной цели что вы могли все внимание погрузить в ощущение глаза отбирает 80 процентов всей информации все важно с дыханием вы просто поднялись продышали седьмой чакрой опустили руки вниз и чувствуете все что происходит и так само дыхание с первой чак а 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 е е е в в того, как продышали маркушкой, если руки были подняты, плавно опускаете руки вниз, и какое-то время стоите расслабленно, чувствуя себя, чувствуя свое тело. Кому страшно? Немного появились. Еще раз, если вам кажется, такая интенсивность для вас сложной, чрезмерной, вы можете дышать с меньшей интенсивностью, с меньшей глубиной, но поддерживая тот же самый порядок. Внизу это глубоко, выше, чаще. Например, не настолько активно, интенсивно, но тем не менее. Будет возможность точно так же прочувствовать каждый момент. Как и в любой активной дыхательной практике, возможно, забавный эффект, когда сводят руки вот так. не удивляйтесь, не бойтесь, если это с вами произойдет. Просто продолжайте дышать дальше, обычно там 2-3 дня, и все проходит. Руки потом раз. Не надо, ну просто, если этого не знать, обычно человек так, аааа, глаза открывают, ааа, что делаете? Но потому что это спазм, и он как-то не управляется, да, так вот само происходит. Не надо об этом думать. Продолжайте дышать, продолжайте делать упражнение, когда оно закончится, все, в общем, само рассосилось. Точно так же, где-то по полторы минуты на каждую чакру. Не думайте о времени. Все ваше внимание в процессе упражнения должно быть именно вот в тех чакрах, которыми вы дышите и заряжаетесь. Если вдруг, я буду переход говорить каждый раз. Но с тобой упражнение тоже. Да. Если вдруг, в какой-то момент вы почувствуете какой-то дискомфорт или где-то заболит, там, бок, например, ну, начали активно дышать, а спортом не занимали, да. В этот момент что вы делаете? Вы уменьшаете интенсивность дыхания, дышали активно, раз, заболело. Уменьшили интенсивность, но продолжаете дышать дальше. Важно от начала и до конца полностью пройти этот цикл. Не останавливаясь. Можете просто уменьшить интенсивность, уделить часть внимания этой боли. Да, бог заболел, вижу. Не надо игнорировать, не надо всем собой туда погружаться. Вижу. Продолжаю выполнять само образование. Вопросы? Все как? Повязок нет, поэтому глаза, но сами с собой будьте честными. Это для вас важно. Но тут нет ничего такого, что нельзя подглядывать. Кто тут штука работает? Это важно для вас. Дышать и чувствовать закрытые глаза. Все встаем? Да, встаньте равномерно, чтобы никого случайно не задеть. Шахматы в порядке. Встаете удобно. Абсолютно расслабленно. Закрываете глаза. Сейчас. Вначале звучим, потом дышим. Я буду напоминать все, что я делаю. Сейчас закрываете глаза, все внимание внутри себя, внутри своего тела. Прямо почувствуйте себя. Пробедитесь вниманием от ладышек снизу по ногам, чувствуя бедра, таз, живот, спину, грудь, плечи, руки, шею, голову, голова, тоже часть тела. Глаза закрыты, и с этого момента до того, как я скажу, открываем глаза, все обе части вы остаетесь с закрытыми глазами. Первая часть – звуки чакр, звучание чакр. Начиная с первой чакры, с зоны промежности, вы будете звучать, вы звучите с этой чакрой, всем вниманием находясь в этом пространстве, в этом месте, в той чакре, которая будет звучать. Снизу вверх. Переход от чакры к чакре, напоминаю, буду говорить я. Раньше времени не переходило. Внизу самый низкий звук, постепенно утончаю его. Приготовились. Начинаем звучать. Первая чакра, зона промежности, область таза. Звук очень легкий, никак нигде не зажимаете горло, тело, все расслаблено. Всем вниманием и звуками, опускаясь вниз, в пространство первой чакры, в пространство промежности. Напоминаю, энергия выживания, животные с динкой в каждой из нас. Базовая потребность. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Это обозначает то, что здесь стоит посмотреть внимание. Бесполезно меня спрашивать. Если чакра будет чувствоваться, будет ощущаться, будет раскрываться именно это. Но занимаясь дальше, будет лучше и лучше чувствовать. Эти два упражнения можно легко делать дома. Они очень практичны. Музыку скачать в интернете легко. Звуки чакр или чакра выдыхания. У меня можно переписать флешки, если есть. Пожалуйста. Чакра выдыхания отлично просто включает, запускает, прокачивает все энергетики. Очень быстро. Если, например, склопнуто грудь, склопнуто сердце, вы это заметили. Есть два способа, что можно с этим сделать. Первый через практики, через делки. Можно просто дышать. Не обязательно даже всем спектром просто дышать. Заряжая, раскрывая. С желанием раскрыть сердце, раскрыть чувства. Просто посидеть пять минут, подышать. Да, сердцем. Вниманием здесь, как в чакре. Просто грудью. Вот. И параллельно смотреть в жизни, что у меня происходит с этой сферой. А как я отношусь к этому человеку? А что к нему чувствовать? И рассматривая внимательно те чувства, которые просыпаются и появляются. Тогда через какое-то время тема уйдет в розыгрыше. А если думать, какое время суток будет? С утра? Вот это вот. Как выберите? С утра может, чтобы проснуться. Вечно суток заснует. Могу просто. Смотрите, как вам хочется, так и делать. На тему, как часто, тоже прямо по своим ощущениям. Но если вы делаете весь день только что и дышите, наверное, это не совсем правильно. Если вы знаете за собой, что после этого стали меньше чувствовать, можно, не обязательно, можно позаниматься этим. Заниматься собой, раскрыть чувства. Это, ну, любое. Ну, если не проектируемое чувство. Обращать внимание на любые чувства. К этому симпатия, к этому неприятен. Ты уже замечаешь, как чувства происходят. Постепенно, постепенно, я думаю, больше. Да, вопросы? Просто, смотри, если при звучании, ну, когда озвучка была, то чакру это очень хорошо чувствуешь, а при дыхании возникает какой-то спазм. Что это нужно? В первом-другом случае, ну, я же не знаю ситуацию. Посмотреть, как... Третья. Она задушала очень хорошо. А когда дышать, то спазм. Ну, возможно, чувствуешь ты ее хорошо, а проявляться тебе как-то сложно. Не знаю, ну, надо смотреть и следовать. Нет какого-то, ну, простого объяснения. Просто вниманием стоит смотреть. Если мы поговорим, там, минус десять, возможно, я найду почему. В ответы. Говорю, вот, мужчина активно, у него, смотрите, чакры, все было хорошо, а тут вдруг спазм. Выяснилось, вы просто занимаетесь не тем, не туда проявляясь. Это все чувствуется в энергетике. Не больно. Да. Когда вы отдышали, то есть, когда уже в голову, да, доходили, нужно было интенсивно, интенсивно. А вот если, допустим, чем выше, тем, ну, вот уже как-то отсюда, да, наоборот, ну, как-то замедлилось и как-то уже как сил даже вот не было. Какой частности, как силы поработали? Ну, вот, наверное, вот это все растет. Вот так уже вот здесь уже было как-то тяжело. Трудно дышать, но вверхарно. Ну, просто, ну, возможно, ну, не занималась, не хочет, считаешься их вольными на голову. Например, я сейчас фантазирую. Ну, вот это, про это смотреть, что? Тонкие энергии. Насколько часто ты это не упрощаешься? Насколько любишь? Насколько легко. Как вы чаще с этой энергией поступаете? Что вы делаете? Вы ее накапливаете? С какой? Ну, вот, который вы чувствуете? Вы почувствовали эту энергию? Вы здесь же используете сегодня? Или есть какая-то возможность ее накапливать? Энергия с рабочим продуктом ее накапливает бессмысленно. То есть нужно? Ну, вообще количество энергии, я понял твой вопрос. Количество энергии – это не объем, который я накачал. Вот сейчас зарядили, да? Вот, надо применять. Вот, надо снова где-то. Количество энергии и энергичность человека – это пропускная способность. Это ширина канала, ширина шланга, через которую прокачивает. Мы постоянно где-то принимаем энергию и постоянно отдаем. То есть если она здесь нужна, то нужно ее опять же получить. Знаешь, энергии бесконечное количество всегда. Ваша задача, если вы хотите, найти свой ключ, доступ к ней. В любой момент времени можно вот так по щелчку пробудить ровно столько, сколько нужно. Знаешь, ну, это постоянным потоком происходит. Я вам хотел, если у вас икусивай. Там. 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 Ну да. Ну да. Сейчас, надо же в сторону выходить. Ну, поговорим про то. Я предпочитаю ее чувствовать, чем фантазировать. То есть, визуализировать можно, ну, в центре музыки и заниматься им. А дальше энергия чувствуется, ощущается. Если я буду ее визуализировать, как будто представляю здесь… Ну, я начинаю фантазировать, это не имеет отношения к реальности. Если я умею или чувствую это… Мы постоянно в жизни делаем все через энергию, мы просто этого не замечаем. Мы взаимодействуем с людьми через энергию. Там. Через эмоции очень много энергии происходит. Да. Вот. Если вы это видите чувствовать, ну, то помимо визуального, словесного и вербального, вы умеете гораздо больше ходить в контакт с людьми, быть рядом, быть в близости. Понимать то, что вам говорят. Доносить до человека на его языке то, что он хочет. Да. Достигать чего-то, раскрываться. Да. Делать свою жизнь, ну, быть в такой, какой именно вам хочется. Не успели мы сделать третье упражнение? Ну, расскажите. А тут должно сейчас что-то происходить? Ничего. Сейчас перерывы. Сейчас перерывы. Сейчас перерывы. Ну, если готовы от перерыва 15 минут, то сейчас у нас сделаем. Девушки, вы к нам? Вопросы, да? Поехали. Хорошо. Продолжение следует. Спасибо.